Зародница, святын нашим, просяя исцеления от всяких болезней. Но не будем забывать, что вы в первую очередь должны просить исцеления от духовных болезней. Вы ли уходники Божии, которые даже молили, Господи, не исцеляй меня от болезней телесной, но исцели меня от болезней духовной. Если же нам не хватает такого христианского мужества, не просить о исцелении от телесной болезни, то все-таки на первое место будем представить прошение о исцелении и спасении души каждого из нас и наших близких. Сегодня мне история о бедаинском весноватом как раз говорит, что насколько черства человеческое зеркало. Ведь он был весноватый явно, и это множество оба всех духов было явлено в этих подержимых свиньях в огромном стаде, но не были ли весноватыми одержинами жителей этого города, которые пришли и просили, чтобы спаситель ушел от них. Ибо вместо того, чтобы возрадоваться о том, какое великое чудо произошло, и как человек, страдавший день и ночь, страшно страдавший от этих парцет духов, исцелился, они просто думали только о себе, о своем спокойствии, о продолжении жизни без каких-то проблем, без каких-то внутренних требований к себе. Возможно, скорбели об этих свиньях, понимали, что такие телеса означают, что надо изменять свою жизнь, а менять им ее не хотелось. Где-то боялись, где-то ленились. И это еще страшнее, потому что человек явно одержимый, хотя бы понятно осознает, что с ним что-то не так. А люди одержимые, какие-то душедневными грехами, бытовыми такими, ледностью, нежеланием что-то изменять в своей жизни, они себя без наладований практически никогда не признают. Это в каком-то смысле более страшные цепи, чем те веревки и цепи, которые разрывал бесноватый гадаринский. Цепи невидимые, духовные, которые в то же время человеком не признаются, и он даже не старается от них избавиться. И сегодня еще обратим внимание на апостольское послание святого Павла Апостола, где он говорит, мы слышали сегодня из-за литургией, я и все мы спасаемся, должны спасаться верой, а не делами. Верой в Господь Иисуса Христа, а не делами закона. Понятно, что апостол говорит тем почитателям Верхнозаветного закона, но эти слова относятся и к нам, братья и сестры. Есть и закон Божий, который мы изучаем, есть правила поведения в храме, правила, как часто христианин должен исповедоваться и причащаться. И это все нужно. Как и в другом месте Христос Спаситель сказал, должно соблюсти все это, но к этому необходимо добавить чистое сердце. А чистое сердце, оно осознает, что сколько бы мы ни трудились, сколько бы мы ни подвязались, сколько бы мы ни исполнялись, это отечественные предписания. Мы не достигаем того, что хочет Бог. И самые святые люди, включая Пречистое Богородицу, исповедовали, что их Спаситель – это Бог. А для нас с вами очень важно понимать, что психология наша очень немощная. Чем больше человек исполняет, тем больше ему кажется, что он именно из-за этого благословен. По сравнению, особенно с другими, кто это не исполняет. Но каждый раз, заходя в храм или молясь дома, тем частое святых таинств мы должны обновлять в своем сознании чувство, что спасаемся мы только и исключительно по милосердию. Если только под немногие души уходит вот это осознание, то милосердие отец небесный и прощает, и благословляет, и спасает нас только по своему милосердию, то тогда все наши труды становятся Богу ненужными и неприятными. Все наши посты, подлинги и частые посещения храма оказываются ему неугодными, потому что человек приходит и уходит даже с малейшим осознанием своих значностей. А в христианстве мы, конечно, значимы, как чадо Божие, но наши дела, они ничего не значат ли. Если только мы сами начинаем этим делам давать какую-то цену. И последнее, на что обращу ваше внимание сегодня в этом же послании Святой Апостол говорит о сорасклинании Христу. Вот я сораскался Христу. Что это значит по отношению к нашей жизни? Это означает не то, чтобы мы уподавлялись Христу, страдая за веки других, а то, что мы прежде всего в своем сознании имеем как раз спасительный Христ Христу, который освобождает нас от ада, смерти и силы дьявола. Не наши труды, сколько бы мы их не принесли Богу от самого чистого сердца, а именно Христу, Его благодать. именно она дает нам силы и делает нам что-то хорошее, думать что-то доброе. И поэтому все распятие Христу для нас прежде всего означает не столько внешние подвиги, сколько подвиг отказа, от оценки всего того, что мы постарались сделать доброго. и подвиг о котором сказал в свое время Иоанн Притеча «Мне подобает молиться, а ему расти». Говорят о Равнице Божия, Христа, Спасителя мира. И мы, братья и сестры, в своей христианской жизни должны молиться о том, чтобы в нашей души, в нашем сознании возрастал Христос Бог и уменьшалась наша собственная Я. и в самых лучших проявлений даже. Не говоря о прошлом. Попросим у следов Хосмей Дамиана, у всех наших следов, чтобы мы действительно познали, что это такое, что распятие Христу. И что такое правильное вхождение в Храм, в молитву, в Таинце. Чтобы мы были очень осторожны относительно того, что мы думаем и что мы чувствуем. Ибо очень много духовных лавров, в которых человек укажется в неправильном дуне, а думает он совсем непобогу. Дай Бог, чтобы мы все-таки действительно были единственными вешенниками Господа Иисуса Христа и всей своей жизни научились прославлять Его, а не себя. Самых хайных признаков своего сердца мы прославляли не себя, а Господа Иисуса Христа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok